Друзья, ну что мне вам сказать, мои хорошие? Наша карта Виза, у неё просто срок действия кончился. И её необходимо поменять в течение недели. А пока, друзья, я прошу вас, пока переводите помощь на мастер-карт. Я прошу вас, мастер-карт, вот на эту карту. И сегодня у нас новый подброшенный сюрприз. Ребята, коробка и трещинка. И хоть вой, хоть кричи, хоть радуйся. Я радуюсь. Вы не поверите, ребята, я радуюсь. И в то же время страшно боюсь. Потому что малышам в приюте заживать очень трудно. Очень. Сейчас будем давать глистогонку и молиться, чтобы пронесло. Потом первая прививка и опять молиться, чтобы пронесло. Малыши приходят чудовищно больными. Чудовищно, ребята. У них настолько они заражены глистной инвазией. И проволочники глисты, и всё, что угодно. Ребята, это страшно. Даже глистогонку, а с него пучками лезет. А потом кровавый понос. И очень редко, когда глистогонка проходит спокойно. У нас, как всегда, и проблемы, и... А жить всё равно надо. Друзья, сено мы взяли на 87 тысяч. Мы утепляемся сейчас на зиму. Нам немного привезли утеплителя. Нам подарили немного фанеры. Но этого очень мало, ребята. Очень. Мы будем, если понадобится, всю зиму утепляться. И ещё раз я вам клянусь, ребята. Появится лишний кусок фанеры. Он будет тут же направлен на утепление будок. Появится хоть немножко утеплителя. То же самое. И я прошу вас, ребята. Если можете, подарите нам фанеру. Подарите нам утеплитель. Субтитры создавал DimaTorzok Многие советуют закрыть будки плёнками, закрыть трубероидом и всякой ерундой. Друзья, этого делать нельзя. Приют пусть медленно, но должен строиться сразу хорошо. Сразу и хорошо. Надо делать от души. Чтобы не переделывать потом. Да, ребята, у нас нехватки. У нас не хватает средств, чтобы закупить сразу материалы, чтобы нанять бригаду и сделать всё это сразу. Ребята, мы строимся своими силами. Вы с нами здесь. Вы видите всё это. Вы участвуете в нашей жизни. Вся наша жизнь идёт перед вашими глазами. Да, это трудно. Много недоделок. Но, ребят, не говорят и не обвиняют только тех, кто ничего не делает. А мы делаем. Причём делаем, как говорят по-русски, с помощью молотка и такой-то матери. Вы же свидетели всего этого. Осудить очень легко. Ребят, давайте не будем осуждать. Давайте не будем критиковать. А давайте будем делать. Все вместе. И сразу, и хорошо. Это в наших силах. А то получается так. Десять помогают, а одиннадцать стоят, советуют. Ребята, это неправильно. Или делать так всем вместе. Всем миром. Почему мы такие разрозненные? Почему каждый кивает на соседа? А, ну ладно, кто-нибудь другой пошлёт. Понимаете, это неправильно. Неправильно, ребят. Если вы пришли к нам. Если мы нравимся вам. Если вам нравятся наши ушастые, наша жизнь вас устраивает. То, ребята, давайте помогать, а не просто критиковать и давать советы. Знаете, какой самым, как говорят обычно, не учите меня жить, помогите материально. Ну, вспомните. Это ведь не мои слова. Самое смешное, что сколько в них правды. Сколько же в этих словах правды. А советы я получаю постоянно. Ребят, я не могу накормить собак советами. Я не могу построить будку советами. К тому же, советы дают такие, которые можно использовать для одного животного. Но когда их живут пять в вольере, этот совет неприемлем. Давайте об этом тоже думать прежде, чем даём совет. К тому же, не забывайте, ребята, у каждого из нас свой взгляд на жизнь. Если кто-то может сделать лучше, пожалуйста, друзья, сделайте. И прошу вас, помогите нам. Помогите нам материально, чтобы мы могли убрать все наши недостатки. Это ведь в ваших силах. Я знаю одно, что если мы будем много разговаривать и мало делать, животные будут страдать. А давайте будем все вместе делать. И вместе радоваться. Давайте, мои хорошие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ребята, я прошу вас, у нас три страшных меча. Это голод, это утепление, это лекарства и лечения. Я прошу вас, мои хорошие, будьте с нами! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!